Практически сразу после нападения России на Украину оккупационные власти стали массово вывозить детей с захваченных территорий. По данным британского The Telegraph в отчине Путина оказалось почти 20 тысяч украинских детей, а еще 2000 отправились туда же, куда и бойцы ЧВК Вагнера – в Беларусь. Дети, святое дело, мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни. Святое дело Владимира Путина не оценили в Гааге. Международный уголовный суд выдал ордера на арест в связи с ситуацией в Украине для Владимира Путина, президента Российской Федерации, и для Марии Львовой-Беловой за предполагаемые военные преступления – депортацию детей с оккупированных украинских территорий на территорию Российской Федерации. Цвета в общую картину происходящего добавили журналисты из следства «Инфо». Они передали атмосферу некоторых российских лагерей. Вы приехали сюда в тюрьму. Вы тут никто. Вы будете выполнять то, что вам скажут. В комнатах очень холодно, общежитие не отапливается, одеяло очень тонкие. Просили еще одно, сказали, не положено одного человека, одно одеяло. Еще окна продавают, поэтому, когда мы приходим после учебы, комнаты остывают. Потому что, когда мы на учебе, нужно отключать камень. Душ включают раз в неделю. Мы часто жалуемся на то, что тут плохо кормят, на условия, что холодно и так далее. И они начинают нам сказать. Вот скажи спасибо, что сейчас, когда пришла Россия, у вас отапление есть хотя бы не в общежитии, хотя бы в училище. Мы, в свою очередь, решили присмотреться к тому, что с этими детьми происходит в Беларуси. Мы одна святая Русь, Горловка и Беларусь. Всем привет, с вами Ольга Ратмирова. И сегодня я расскажу вам о том, кто в Беларуси принимает украинских детей за разменную монету, для кого они средства заработка, а для кого кирпичики фундамент укрепления политических позиций. И какую роль в этой акции за братскую Россию отыгрывают члены семьи Александра Лукашенко и Белорусская церковь. Декабрь 2022 года. Канун Рождества. На перрон столичного вокзала прибывает поезд «Адлер-Минск». В нем дети из оккупированной Горловки, которая с 2014 года, по словам оккупационных властей, находится под обстрелами. Украинские дети, удерживаемые в Беларуси, обычно путешествуют через Ростов-на-Дону. Российский город в двух часах езды от украинской границы. Оттуда их перевозят поездом в Минск, столицу Беларуси. Затем автобусом доставляют в различные учреждения. Благодаря киберпартизанам в нашем распоряжении оказался документ, подписанный Дмитрием Мезенцевым, секретарем союзного государства. В постоянный комитет союзного государства обратился легендарный паралимпийц Алексей Талай с просьбой о содействии организации проезда детей, проживающих в тяжелых условиях на территориях так называемых ДНР и ЛНР, на оздоровление в Республику Беларусь. Здесь есть нарушение международного гуманитарного права, международного права человека. То есть и тех норм, которые касаются разрешения государства и гражданства этих детей. А это Украина. То, что Российская Федерация навязывает таким детям российское гражданство, не значит, что мы его признаем. В 2017 году есть резолюции на уровне Генеральной Ассамблеи ООН, поэтому международное сообщество не признает навязанного российского гражданства. Таким образом, без разрешения Украины этих детей не можно было перевозить через границу на территорию Беларуси, на территорию третьего государства. К фонду Талая мы вернемся чуть позже, о нем уже в СМИ писали немало. Но в чьи еще руки попадают украинские дети. Посмотрите, вот фото, сделанное после концерта в белорусском детском лагере Дубрава. Этого мужчину зовут Николай Зарубицкий. Он председатель провластного объединения «Патриоты Беларуси» и организатор автопробегов в поддержку Лукашенко. Нам Зарубицкий интересен своим окружением, а если быть точнее, партнером по бизнесу. Николай Зарубицкий совладелец фирмы ООО «Быстрые автомобильные мойки», а его партнер в этой компании – Кулаков Владимир Геннадьевич. Он активист «Патриотов Беларуси» и по совместительству супруг Татьяны Кулаковой, родной сестры и невестки Лукашенко Анны, жены – Дмитрия Лукашенко. Но, как мы установили, родственник семьи Лукашенко, партнер Зарубицкого не только по бизнесу, но и по организации досуга для украинских детей в Беларуси. Вот Кулаков Владимир Геннадьевич на фотографии после концерта в санатории «Зеленый бор», который организовали для детей, привезенных из Горловки. И на этом фото нас интересуют еще двое. Мужчина, который держит флаг, так называемый ДНР, и брюнетка справа от него. Это супруги Казаковы – Дмитрий и Юлия. Оба они отметились в фонде Талая. Дмитрий занимает пост члена попечительского совета, а Юлия – координатор социальных проектов. Кроме того, Дмитрий Казаков – заместитель Николая Зарубицкого в общественном объединении «Патриоты Беларуси». Согласно информации на сайте, он осуществляет руководство социальной и благотворительной деятельностью. Как оказалось, чета Казаковых знакомы с семьей Александра Лукашенко не только через мужа и сестры Анны Лукашенко, но также они встречались и с Виктором Лукашенко. Посмотрите, вот в феврале 2023 года Юлия Казакова в компании супруга приехала на Минскую лыжню в Раубичах болеть за первого. И вот уже сама Юлия и ее супруг ведут светскую беседу со старшим сыном Лукашенко Виктором. А вот Дмитрий Казаков деликатно приобнимает своего высокопоставленного собеседника за плечо. Юлия Казакова оканчивала Академию МВД. Пустителем правопорядка она так и не стала, но чему ее учили, явно не забыла. В 2020 году Юлия Казакова трижды доносила на протестное движение с БЧБ-символикой. А вот ее муж, похоже, знаком с законом с другой стороны. Благодаря киберпартизанам мы смогли узнать, что он был осужден за кражу в начале 90-х, а еще в начале нулевых за совокупность преступлений. Дмитрий Казаков был осужден на 5 лет и 1 месяц с конфискацией. Наказание Дмитрий отбывал в Шклове. Не отстает от компании, организовавшей идеологическую обработку украинских детей в Беларуси, и еще один родственник Лукашенко, средний сын Дмитрий. Он также причастен к организации поездок украинских детей в Беларусь. Пророссийская активистка Ольга Волкова, которая ведет под именем Ольга Подгайная свой инстаграм, благодарит в нем Дмитрия Лукашенко за то, что он наполняет каждый день пребывания детей теплом и заботой. Талай же в своей публикации вовсе признается, что приезд детей в Беларусь организовали с помощью президентского спортивного клуба и лично Дмитрия Лукашенко. Тех, о ком мы уже успели вам сегодня рассказать, объединяет одно. Все они засветились на отчетных фотографиях на мероприятиях фонда Алексея Талая. Под его руководством украинских детей развлекают, опекают и идеологически обрабатывают. И это все заручившись поддержкой самого Александра Лукашенко. Я должен был в это непростое время посоветоваться с главой государства. Получив согласие и поддержку главы государства, мы стали прорабатывать возможность отдыха детей Донбасса на территории Республики Беларусь. Лукашенко пытается продать этот проект общественности как благотворительную акцию. Для этого он использует имя достаточно известного в Беларуси паралимпийца Алексея Талая. Пытаясь переложить ответственность на Талая, он фактически подставляет его. Но Талай также, в свою очередь, пытается переложить ответственность за выполнение именно поручений и решений, согласованных с Александром Лукашенко. Так что здесь мы видим с вами взаимное обвинение, взаимное использование тезисов, которые подтверждают виновность как одного, так и второго лица. В развлекательную программу, помимо посещения катка, бассейна, зоопарка, дельфинария, цирка и динозаврии, также входят экскурсии в Белорусскую Академию МВД, Музей Великой Отечественной войны, Центр безопасности МЧС, мастер-классы по стрельбе в воинской части 32-14. Для них это биомасса, которая просто может быть легко интегрирована в состав их государства. Мальчики, они неминуемо, как граждане Российской Федерации с этим навязанным гражданством, будут отправлены на фронт как пушечное мясо. И это уже было. Мы фиксируем случаи детей с Крыма, которые на момент начала оккупации были мальчиками, а потом, когда пришло полномасштабное отторжение, были мобилизированы, отправлены на фронт, и сейчас они уже умерли, к сожалению. У Российской Федерации огромная демографическая проблема. Им не хватает человеческого ресурса, и они этот человеческий ресурс крадут в Украину. Поэтому они просто забирают детей, их перевоспитывают, делают с них врагов собственной нации и пытаются потом использовать в своих целях. Не обходит детей стороной культурная программа от провластных селебритис. Концерты для детей проходят под выверенный аккомпанемент пролукашенковских звезд. Чтобы Байден сдох, господи, прости меня, чтобы Зеленский тоже, а Путин просветал, ведь я, который во всей Украине... Они окружают детей украинцев антиукраинской пропагандой, фактически внушая им тезис о том, что в Киеве находится фашистский режим. Фактически их целью является разрушение связей с этнической Родиной. И используя пропагандистские пророссийские тезисы, они хотят укрепить в их сознании понимание того, что они уже не принадлежат государству Украина и не являются гражданами этой страны, а также не являются украинцами по национальности. Не забыли организаторы и про спортивный уклон. Маленьких украинских гостей учил играть в хоккей сам Дмитрий Басков. Другую группу украинских детей сводили на матч с участием команды самого Александра Лукашенко. Болели детишки само собой за первого, как написала в своем инстаграме уже знакомая нам Юлия Казакова. На этом хоккейном матче с участием Лукашенко присутствовал и Владимир Кулаков. Вот мы его видим на трибуне болельщиков, а после баталии на льду Кулаков дал интервью одному из провластных СМИ, где его назвали предпринимателем из Донецка. Я сам родом из города Донецка, я уже 16 лет живу в Беларуси, живу и радуюсь. Давайте вернемся к фотографии, которую мы с вами уже разглядывали и на которой мы опознали родственника Анны Лукашенко и Читу Казакова. Есть здесь еще один человек, который активно участвует в том, чтобы научить украинских детей любить российскую родину. Это спортсмен Евгений Назаревич, член президентского спортивного клуба, сотрудник благотворительного фонда Алексея Талая. Он в прошлом имеет уголовку и получил два года исправительных работ за то, что на базе отдыха Куполинка в деревне Грандичи избил женщину. В компании Алексея Талая среди родственников Лукашенко, провластных звезд и спортсменов, нашлось место и писателю Николаю Гаврилову. Он помогает отправлять фонду Талая предметы гигиены, продукты питания, одежду и лекарства в так называемые ДНР и ЛНР. До сотрудничества с фондом писатель привлекался к уголовной ответственности. В 2007 году с применением насилия опасного для жизни он похитил из ресторана деньги. С 2011 по 2012 занимался незаконной предпринимательской деятельностью, а затем решил от Минского монастыря собирать гуманитарную помощь Донбассу. По информации активистов христианской визии и белорусских СМИ, именно Николай Гаврилов был назначен руководителем этого направления. Кстати, его книги имеют гриф одобрения издательского совета Белорусской православной церкви. Также он лауреат премии «Имперская культура». Активисты христианской визии считают, что сборы под руководством Гаврилова лишь декларировались как помощь мирным жителям, но по факту были и для российских военных. С августа 2022 монастырь перестал скрывать свое участие в сборе средств российским военным. Помощь братьям. Так сегодня называется руководимая монахиней Александрой волонтерская группа обители, которая собирает деньги для российских военнослужащих. Николай Гаврилов ведет свой канал в Телеграм, где регулярно выкладывает отчеты поездок на оккупированной территории. В своих постах Гаврилов не единожды заявлял, что лично причастен к вывозу детей Донбасса в Беларусь. До полномасштабного вторжения детей вывозили и не возвращали. В 2015 году, когда фактически за содействие Белорусской Православной Церкви было вывезено 25 человек, 7 человек не вернулось. От этой же Белорусской Православной Церкви у нас есть информация официальная с их сайта, что да, эти дети там решили остаться в Беларуси. Поэтому как они могли несовершеннолетние что-то решать и почему это было принято во внимание и почему не было никаких нот, либо же в виной форме не спрашивали разрешения в Украине, непонятно и неизвестно. Но это все свидетельствует о том, что есть отдельные элементы как минимум военного преступления. Как вы уже поняли, у фонда Алексея Талая немало помощников, в том числе среди родственников Александра Лукашенко и его окружения. Примкнуло к волонтерам и Белорусское общество Красного Креста. Вы знаете, если честно, меня просто до глубины души возмутил тот факт о том, что мы похищаем детей, которые приезжают нам на оздоровление. И честно говоря, дело в том, что и Белорусский Красный Крест принимал в этом и принимает и будет принимать в этом активное участие. А еще за детей, вывезенных из закупированных территорий, в Беларуси молятся. Как мы уже рассказали выше, не остался в стороне и святый Елисаветинский женский монастырь. Под именованием служения Богу там происходит то, что в мирской жизни называется тыловым обеспечением войны. И сегодня надо быть дерзновенным, чтобы сказать, мы с Россией. Это действительно по-православному. И Бог слышит вас, и Бог помогает вам, и будет помогать. И мы всегда будем с вами. В мае 2023 года Наталья Качанова провела совещание с руководством государственных органов и Белорусской Православной Церковью об организации приютов при монастырях для сирот. По словам самой Качановой, она очень вдохновилась этим проектом благодаря своей коллеге-председательнице Совета Федерации Валентине Матвиенко. Та провела для нее экскурсию в Покровском монастыре. Вывоз детей из оккупированных территорий в Беларусь оплачивается из бюджета союзного государства. А туда деньги поступают из госбюджетов России и Беларуси. Только в сентябре 2022 года из союзного бюджета было выделено 29 миллионов российских рублей или около полумиллиона долларов для оказания гуманитарной помощи на оккупированных территориях, в том числе и на оздоровление украинских детей в Беларуси. Вторым источником финансирования являются средства государственной компании «Беларуськали», решения о выделении которых принимаются лично генеральным директором «Беларуськали» Иваном Головатом, на что у нас также имеются соответствующие документы и подтверждения. И также мы располагаем документами в рамках так называемого союзного государства о финансировании перемещения украинских детей именно российской железной дорогой и белорусской железной дорогой. Фонд Талая также рассылает письма и в белорусский исполком с просьбой о финансовой помощи на транспортные расходы, лечение и проживание в Беларуси. Кроме денег из бюджета союзного государства, фонд Алексея Талая получает содействие и поддержку от российских чиновников и даже меценатам. Россиянин передал фонду усадьбу князей из рода Романовых под Борисовым. Там Талай предлагает сделать реабилитационный центр для детей Беларуси и России. Благодаря киберпартизанам мы смогли узнать имя этого мецената. Им оказался гражданин России Гинс Николай Владимирович. Несмотря на то, что усадьбу Талая получил от него бесплатно, сама Матвиенко поддержала идею создания реабилитационного центра для детей и предложила выделить деньги из бюджета союзного государства под эти цели. Апрель 2023 года. Поезд Адлер-Минск с 350 ребятами из оккупированных России территорий прибывает на Минский железнодорожный вокзал. Часть детей сироты из детского дома города Антрацит, часть имеющие родителей дети из Мариуполя и Горловки. Государственная пропаганда бодро рапортует это все благодаря поручению Александра Лукашенко при поддержке союзного государства и Беларусь-Калия. Детей примет лагерь Дубрава в Солигорском районе. Среди прибывших 93 ребенка из Мариуполя. В конце мая 2022 года российские войска оккупировали украинский город, перед этим основательно его разбомбив. В Мариуполе очень опасно то, что там есть детки, которые так называемые военные сироты. Опасно это потому, что, во-первых, в Украине они не являются сиротами, потому что они потеряли родителей в момент полномасштабного вторжения в результате действий Российской Федерации. И поэтому их в реестрах нет. Их очень сложно идентифицировать, кто эти дети, кто их родители, есть ли у них родственники на территории Украины. То есть детей, возможно, вывозили на территории Беларуси, либо же для того, чтобы так называемо оздоровить, а потом отправить в Беларусь, в Россию. И это было бы более сложно отследить, куда детей вывезли. Либо же этих детей передали куда-то приемные семьи на территории Беларуси. Нами установлено в настоящее время, что незаконно было перемещено на территорию Беларуси более 50 детей-сирот. Мы установили личные данные данных детей, которые будут переданы как Генеральной прокуратуре Украины, так и дополнительно в офис прокурора Международного уголовного суда. Одновременно нами также имеется подтверждение, что ряд из этих детей в последующем были вывезены на постоянное пребывание на территорию Российской Федерации. Народное антикризисное управление, которое возглавляет Павел Латушка, подготовило отчет о перемещении украинских детей в Беларусь, в том числе сирот. Подало его в Международный уголовный суд в Гааге, а также презентовало в Европарламенте и в других международных структурах. Комитет по международным делам Европарламента принял отчет, в котором депутаты призвали Международный уголовный суд выдать ордер на арест Александра Лукашенко, как причастного к вывозу украинских детей с оккупированных Россией территорией. Отмечается, что участие белорусских официальных лиц в этой преступной и бесчеловечной процедуре подтверждено документальными доказательствами. Призываем подать документы для начала нового процесса или продлить срок рассмотрения текущего дела в отношении Владимира Владимировича Путина. По тому же вопросу в Международном уголовном суде, распространив его на белорусских официальных лиц, включая Александра Лукашенко. Это расследование появилось в том числе и благодаря нашим патронам. Их имена и ники вы сейчас видите на экране.